Русалы, чьи цветы. Куропаткин Сергей. Ссылка будет в описании на этот рассказ и на поэзию Сергея. Это рассказ, который произошёл на самом деле. Наверное, каждый видел жёлтые кувшинки. Как-то мы нарвали их, чтобы подарить бабушке. Когда мы принесли их домой, начался страшный скандал. Цветы она выбросила за плетень и с криками стала гоняться за нами с хворостиной. Мы в рассыпную, не понимая, что мы сделали не так. Позже, успокоившись, она объяснила нам, что эти цветы рвать нельзя. Русалычий цветок, сказала она, потом беды не наберёшься. Кувшинки мы больше не рвали. Прошло много лет, и вот однажды я поехал на озеро проверить небольшую сеть, которую накануне поставил. Я шёл по сети и выпутывал из неё карасей. Вдруг лодка начала наполняться водой. Ни крена, ни пробоин не было. Не понимая, что происходит, я встал в полный рост и обернулся. Облокотившись обеими руками на борт, на меня смотрела женщина. Удивительной красоты. Больше всего поразило меня то, что всё её тело, включая волосы, толстые как солома, были одного цвета. Я бы сказала, светло-оливкового. Но глаза были человеческими, голубыми и бездонными, ещё немного смеющимися. Лодка продолжала тонуть, равномерно, без крена опускалась ко дну. Я на секунду перевёл взгляд вперёд, потом обернулся, а её уже не было. Лодка опустилась на дно, глубина была небольшая, где-то по грудь. Наверное, с минуты я стоял в оцепенении, думая, что вот сейчас она схватит меня за ногу и утащит свой омут. Но ничего не произошло. Собравшись с духом, я нырнул, схватил лодку за цепь и волоком потянул её к берегу. Было немного страшно. Выйдя на берег, даже не вычеркнув воды, я наскоро привязал её к первой попавшейся ветле и мокрой быстро пошёл через замещи к реке. Переправившись на противоположный берег, поднялся к дому и рассказал эту историю отцу и брату. Мне никто не поверил. «Замещи лес вокруг реки на речи». Эту историю я слышала несколько раз от Сергея Куропаткина. И каждый раз он рассказывал мне, что испытал большой страх и ужас. потому что это было всё очень странно. Очень странно, когда лодка стала опускаться на дно. И потом вдруг он увидел эту женщину, которая его знала. Она так на него смотрела, как будто она знала его. Ну и, конечно, она знала, потому что он рвал её цветы в детстве. И она как бы смеялась над ним. То есть она над ним, с ним поиграла просто. Могло бы быть хуже, но она решила его оставить, наверное, в покое. И он вернулся живым и невредимым на берег. У этого поэта и художника есть несколько подобных рассказов. Великолепная поэзия также выставлена на сайте poet.ru. И в следующий раз я вам прочитаю ещё подобные мистические рассказы.